Большой Асгард! Это идеальное время для фарма осколков! Погнали, расскажу что-то как! Музычка! В нашей любимой игрухе, Викингс и Вар оф Кланс, всегда катастрофически не хватает осколков. Ведь хотим мы того или не хотим, нам приходится воевать именно на войсках Т-8. А их мы можем наклепать только за осколки души. И всю свою игру, ну точнее большую часть игры, мы тем и занимаемся, что ищем, где же нафармить осколки. Лично я считаю, что Большой Асгард это очень даже неплохой ивент для фарма осколков. Кто-то скажет, что нет, это Йота, я согласен, я полностью согласен, на Йоте есть в два раза больше времени. Но на Йоте хочется кого-то либо вышпикать, либо хочется кого-то сжечь. А для этого нам, конечно же, нужны либо войска Т-8, побольше желательно в этом, либо шпики Т-8. Чтобы можно как больше вышпикать и заработать. Ведь Т-8 очень сильно отличаются в уроне от тех же самых Т-7. Поэтому большинство игроков занимается на Большом Асгард именно фармом осколков. Чтобы как можно больше заработать осколков и уже на Йоту прийти с достаточным количеством Т-8. И войск, и шпиков. Да, и можно фармить на Хольме, можно фармить на БК, в зависимости от того, какой соперник попадется. Можно фармить на островах, там очень даже неплохо фармиться. Особенно если у вас в группе есть два клана, которые борются за победу. И им кроме вас некого бить, то, конечно же, они будут вас бить, бить и бить. Мини Асгард. Здесь все занимаются фармом не осколков. Здесь занимаются все фармом именно медалей асов. Сейчас невероятная рубка идет в мини Асгарде, поскольку камушки даже купить, даже купить камушки очень-очень дорого. Поэтому они в цене в разы выросли, я бы сказал. Пакетов заманчивых нету, бесплаток заманчивых нету именно с камушками для Асгарда. А гарды выкатывают все новое, новое, новое. Надо улучшать, улучшать и улучшать. А камушков-то нету, поэтому сейчас невероятная рубка в миниках. Никогда статистически не хватает осколков души. Поэтому у нас уже в пятницу стартует наш любимый ивент Большой Асгард. Там, конечно же, большинство кланов тоже будут фармить и медальки асов. Стараться закрыть как можно больше контрольных очек для того, чтобы заработать медальки асов. Ну и большинство игроков, конечно же, будет фармить именно осколки души. Там фармят все по-разному. Кто-то клепает себе невероятно много шпиков, ищет себе более вкусные замки, чтобы вышпикать. Кто-то играет по городам, также ищут замки, бьют, сжигают. Кстати, вышпикать и сжечь города намного проще, чем в Йоте. Поскольку большинство игроков занимается тем, что бьют башни, и герои, шаман, уходят гулять, а двойник, кто остается в замке, только двойник. Поэтому вышпикать можно много кого, и сжечь тоже можно много кого. Особенно, когда в наличии есть невероятно крутейший бустик. Не только на шпиков, но и на штурм на 15 тысяч процентов. В этот раз я немножко наклепался, наклепал себе Т8, ни много ни мало. И буду пробовать фармить именно на башнях. Очень интересно мне фармить осколки на башнях. Сколько будет все за час, только получится за два. Все вы знаете, что есть очень много башен в Асгарде, на которых не сидят. Таких башен становится все меньше, меньше и меньше, конечно же. Почти все башни у нас заняты. Но, тем не менее, есть так называемые прострельные башни, куда все бьют Т7 и пытаются как можно дольше удержать. Вот на таких башнях я буду пытаться завтра нафармить осколков. Поскольку, повторюсь, игра стала очень жесткой в миниках. И, поскольку мы играем на Т8, осколки просто улетают. Да, возможно, проще, вместо того, чтобы наклепать Т7, было бы приобрести эти осколки. Но, не знаю, это все будем тестить, это все будем смотреть. Потому что, хочешь не хочешь, для клепки нам надо ускоры, леса и серебро. Это все надо приобретать. Возможно, выгоднее просто купить осколки и наклепаться. Не знаю, это все я буду тестить, поскольку самому очень безумно интересно. Сколько будет нам нафармить на Т7? Будем бить башни, то есть нам будут давать осколки за пробитие башни. Потом, возможно, за успешную защиту башни. А потом, возможно, за неуспешную защиту. Если будет такое, то будет вообще замечательно. То есть, теоретически, за один штурм можно заработать за пробитие, допустим, 3 ляма, За удержание 3 ляма и за это 3 ляма То есть рубля 10 лямов за 1 штурм Если за минуту делать 3 штурма То 30 лямов 60 минут это сколько? Это почти 1.8b Но это надо нон-стопом бить, бить и бить А для этого, конечно же, надо будет построить все лазареты Я для кнопки перестроился в поместье Чтобы максимально выгодно наклепаться И пока еще не переставился Пока у нас идет бонус ярости Желательно, конечно, перестроиться Он еще есть, кстати, да Еще один день и 11 часов у меня, в принципе, есть Можно перестроиться И на лазаретах отыграть И попробовать потестить по памяти Сколько осколков пальмится Раньше, конечно же, я это делал на шпиках Я крепал себе соточку, немножко шпиков И летел, просто вышпикивал замки Там получалось где-то 5-10b За весь асгарт за вечер у меня получилось сделать Но, тем не менее, времени уходило достаточно много Серебра и ресурсов тоже Сейчас я решил сделать это на войсках, на башнях Тем самым еще буду приносить очки В копилку клана в монетки Ну и очень интересно будет потестить это все дело Все фармят по-разному на миннике Прошу прощения Кто-то шпикает, кто-то играет от обороны Кто-то играет на башнях Поэтому в этот раз я буду тестить именно башню Чтобы к асгарду подойти уже затаренным С осколками, чтобы наклепать и т8-шпиков, и т8-бойски Ну и конечно же, порадовать вас контентиком Кого-то вышпикать, кому-то сжечь Ведь уже в эту пятницу у нас большой асгарт А в следующий 5 стартует Битва за трон и йоту унхейм 76-й Ну а мы настраиваемся, играем каждую йоту Ну и готовимся к 80-й, к праздничной Там у нас будет, по-моему, 79-я йота будет как раз проходить В месяц, когда день рождения проекта А 80-е, по-моему, уже будет проходить в сентябре Так что, помните Все зависит только от вас и от вашей активности Ну а с вами для вас Всем спасибо, всем пока